Немцы два ведра маме сунут, иди с водой. 75 лет прошло со дня освобождения страны от фашистов, но воспоминания живы, будто это было вчера. Ветеран Великой Отечественной Татьяна Кутилина встретила войну в 11-летнем возрасте. Мы дети были, работали в колхозе летом, зимой училась. Объявились, и все забегали, забегали, заходили. А вообще-то я начала копать в огороде убежище, копала убежище. Татьяна Сергеевна жила с матерью, которая воспитывала одна троих детей. С наступлением боев родную деревню Есипова пришлось покинуть. Нас согнали на шоссе на Ленинградской. Всех построили и строим, погнали в Берсеневку. Это отсюда сколько километров-то? Километров 25, наверное, отсюда. Там сейчас школа, и в этот дом согнали. Наши поселили, а потом немцы нас отступать стали, всю деревню сожгли. Татьяна Кутилина рассказывает, поселок сгорел дотла. Оставили оккупанты единственный дом, где в этот момент принимали роды. Лишившись жилья, семья Кутилиных переехала в Химке, где женщина почти 30 лет проработала в НПО «Энергомаш» и родила двух дочерей. Отдать дань уважения ветерану пришел глава у городского округа Дмитрий Волошин. Он поздравил Татьяну Сергеевну с Международным женским днем. Спасибо, спасибо. Счастья вам, здоровья. Семейного благополучия, тепла и уюта. Спасибо. Не обошлось и без подарков. Глава преподнес ветерану стиральную машину. Также вручил медали 75 лет победы в Великой Отечественной войне. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.